Степан, ты знаешь, многие задумываются все-таки, а страйкбол это спорт или это военная тематика? Можно ли относить это к спортивным увлечениям и хобби? Не знаю, это вопрос. Мне кажется, это два в одном, где можно совместить все. Но сейчас все-таки мы поговорим конкретнее более о спорте с нашим гостем. В гостях у нас Ольга Тарубарова, заместитель министра республики Крым в области спорта. Исполняющая обязанность. Прошу прощения. Доброе утро, Ольга Александровна. Доброе утро. Вот вы видите, сегодня я конкретно спортом не занимался, а поэтому не до конца еще проснулся. Очень плохо, потому что каждый человек должен начинать свой день с физической активности. Даже если это нельзя назвать спортом, но по крайней мере разбудить свой организм обязательно надо. Это очень хорошая альтернатива, например, выпитой с утра чашечки кофе. Обязательно возьмем на вооружение. А вот можно сказать, что Крым сегодня спортивный? Мы можем ему смело дать этот статус? Вы знаете, мне кажется, что это подходит Крыму всегда, не только сегодня, но и вчера, позавчера, много лет назад. И, конечно, в будущем, я думаю, что он будет еще более спортивным. Поскольку природа благоволит, здесь движется все. И для того, чтобы заниматься этой физической активностью, спортом, здесь есть все условия для того, чтобы это делать каждый день. Ну, я бы с вами все-таки где-то не согласилась. Почему? Все-таки инфраструктура после развала Советского Союза немного изменилась. Она пришла в упадок. Сейчас все это восстанавливается, но за 5 лет невозможно восстанавливать то, что было 20 лет, то, что разрушалось активно. Сейчас у нас очень мало спортивных площадок. Ну, вы знаете, конечно, вы совершенно правильно говорите о том, что за 5 лет невозможно перестроить всю инфраструктуру и сделать ее современной и подходящей для всех видов спорта. Но мы идем полномерно, целенаправленно к тому, чтобы сделать инфраструктуру более привлекательным и подходящим для занятия любым видом спорта. Надо сказать о том, что на сегодняшний день у нас 4 объекта, которые находятся в федеральной целевой программе. То есть это те объекты, на которые выделяются денежные средства. Если говорить о площадках, действительно не хватает на сегодняшний день футбольных полей, чтобы вот такой массовый, зрелищный, один из самых популярных видов спорта был доступен нашим мальчишкам не только в секциях или в профессиональных клубах, но еще и просто во дворе, как это было в нашем детстве. Но это задача не только, естественно, какого-то отдельного ведомства. Это задача каждого муниципального образования. Поскольку, когда закладывается план города, естественно, и идет строительство новых микрорайонов, вот в этих микрорайонах должно быть предусмотрено место для создания той необходимой инфраструктуры, чтобы дети во дворе могли заниматься этой физической активностью каждый день. И как это было в Советском Союзе, потом объединяться в клубы и приходить уже в более профессиональное качество. Что касается площадок, я тоже с вами не соглашусь, потому что в этом только году у нас 125 площадок для сдачи норм ГТО. Они отличаются современным оборудованием. Как тренажеры. Совершенно верно. Тренажеры совершенно на разные виды мышц, начиная от таких, как растяжка, заканчивая силовыми тренажерами. И в том году было сделано 148 таких площадок. Поэтому Крым движется вперед, и я думаю, что в будущем будет еще более привлекательным для местного населения. В этом году, как вы уже сказали, 125, год еще не закончен. Вот сегодня только я принимаю 10 площадок. Ничего себе. Да, совершенно верно. Это в Симферополе или по разным муниципальным районам, Крымам. Давайте расскажем нашим телезрителям, где теперь появится новый спортивный площадок. Вы знаете, в каждом, тут просто перечислять, наверное, не хватит утреннего эфира, в каждом, без исключения районов, от 5 до 14 площадок. В зависимости от того, насколько были готовы муниципальные образования, сколько заявок они подавали. Вот в Симферополе, по-моему, около 12 площадок будет до конца года реализовано. Ольга Александровна, вы еще упомянули 4 инфраструктурных объекта, которые сейчас устраиваются по федеральной целевой программе. Совершенно. Вы можете о них рассказать более подробно? Я так понимаю, среди них это и спортивный комплекс «Динамо», да? Совершенно верно. Начнем, наверное, с объектов ФЦП. Один из главных объектов легкоатлетических, которых очень ждут наши спортсмены, это наш «Локомотив», центр спортивной подготовки сборных команд. И уже в декабре будет завершена реконструкция спортивного ядра. Я хотела бы отметить, что это первый этап, и впереди будет реконструкция уже трибун, но это по нашим планам 2021 год. Вот я еще здесь хотела кое-что уточнить, потому что в интернете ходит самая разная информация, вплоть до того, что это будет уже крытый стадион. Нет, нет, нет. Что там изменится? Конечно, конечно, в этом году эта реконструкция только спортивной составляющей, это полностью замена футбольного поля, легкоатлетических дорожек, то есть весь манеж, он будет переделан. Что касается трибун, это уже второй этап, и в следующем году мы планируем сделать только проектно-сметную документацию, и в 2021 году приступить уже к реконструкции второго этапа. Действительно, по проекту это современнейший должен получиться у нас объект, который будет скрытыми трибунами, так, чтобы никакие природные условия, погодные изменения не повлияли на настроение тех людей, которые будут собираться на массовые спортивные мероприятия. Вторым очень важным объектом является наше училище Олимпийского резерва, которое находится в Краснолесии. Там, где проходит обучение, наши юные, ну, не совсем, не самые маленькие, да, а уже достаточно взрослые спортсмены, которые для себя выбирают будущие профессии как спорт. Ольга Александровна, вынуждены, вынуждены вас остановить, потому что время нашего эфира подходит к концу, тема обширная, крайне интересная. Даже не для утреннего эфира, да. Но все хорошее рано или поздно подходит к концу. Нашим зрителям хочу напомнить, что в гостях у нас была Ольга Тарубарова, исполняющая обязанности министра спорта Республики Крым.